Продолжение следует... Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Что касается грядущего, это один Господь знает, что будет. У меня таких иллюзий больших нету, но битва, которая происходит в этом мире, битва добра и зла, она концентрируется вокруг священных. К ценностей, которые как раз Святая Русь объединяет. Это добро, красота, лад. Вот я хотел бы сказать, что вот этот принцип, который разобатывают участники нашей конференции, лад, это славянское понимание гармонии. Лада-мир, лад-дом-мир, лад как тхарма, судьба, и лад как космическая гармония. Гармония или синергия малого и большого. Микро-мир и макро-мир. Вот это удивительное понятие, лад, оно концентрирует в себе очень многие смыслы. И наш замечательный организатор конференции Владимир Александрович Сацевич, он поставил ее в угловую угла. И мы все сейчас ориентируемся на вот этот лад, на ладование, на создание гармоничных, добрососедских, дружественных, братских отношений с населением. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а как вы видите вот концепцию русского мира, русского и русского и русского и интеграционных процессов, которые происходят в наследственной конференции, которые сейчас используются новым термином евразийской интеграции? И термином «большой евразийской интеграции» имеется в виду большой евразийского партнера, со исключением больших гигантов – Китай, Индия, Пакистан и Ирана. Ну, это, может, более расширено, но быстро и так тезисно. Я хочу сказать, что есть большая разница между идеалами и реальностью. И в идеале мы, конечно, стремимся к новому партнерованию новых отношений государства. Сейчас вы увидите многополярный мир, то есть двухполярный мир был разрушен, когда были США и СССР с другой страны. США попытались создать однополярный мир, у них это не получилось. У нас сейчас в кризисе существует. А мы формируем новое пространство – постсоветское, СНГ, евразийское пространство. Евразия – это наш материк. Я патриот нашего материка. Это наша мать. Это наша мать-земля. Но на этой мать-земле живет множество народов. Очень много. Только в Российской Федерации больше 150 от них. Вот как нам жить вместе с этим народом? Конечно, мы должны поставить какую-то более высокую задачу. Мы называем это евразийское пространство. Евразия – это несколько историческое поле, битва, историческое пространство. Здесь экономические отношения, политические, дипломатические. Я выделяю ядро – это Русь, русский государственный этнос, братские народы, прежде всего славянские, об этом мой доклад. Затем соседи, например, армяне, рядом с нами живут татары. Это наши ближайшие соседи. Иногда даже не отличишь ни внешне, ни по образованию. А есть стратегические союзники, например, скажем, Средняя Азия или, например, сейчас Китай. Китай – это мощнейшая, грандиозная империя. Как мы можем игнорировать Китай? Индия – это вообще судьба, можно сказать, России. Русские, многие образованные люди, они жили мечтами об Индии. Индоевропейской цивилизации, многие понятия, боги, ключевые философские термы восходят в ведической традиции. Для русских Индия – это вообще беловодие, почти святая земля. Поэтому, смотрите, для нас Восток – это наше все, Индия – это наши братья, Китай – наш союзник. Сейчас еще Иран добавился, это вообще огромное событие. Представляете, поэтому, конечно, зачем нам поворачиваться спиной к будущему, когда Европа на наших глазах практически разваливается. Поэтому вот это евразийское пространство становится реальным уже сообществом евразийским. Только оно будет иметь другие названия. Будет называться «Союз» или как. А Русь останется ядром. Вот надо уметь видеть большое-мало, соотношение элементов разного порядка. Не надо все одним махать. Вот возьмем, например, Европу. Мы же не против Европы, мы сотрудничаем с Европой. Но когда она идет на встречу, Франция идет на встречу, у нас складывается. Германия упирается, как тени толкают, с ней идут искры. Понимаете? С Украиной что происходит? Это новый вопрос, давайте лучше отдельно его обсудим. Да, конечно. Хорошо, спасибо. А еще такой вопрос, ну, продолжение немножко старого. Как вы видите именно место концепции Руси или русского мира, большой концепции евразийской интеграции? Потому что получается, что существует несколько цивилизационных центров в России, Китае, Индии, скажем так, это три крупнейших. Ну, Иран тоже крупный, он считает себя очень древним. Да, он и есть. Четыре фактически, так. Ну, и пятый, скажем так, тоже исламский, но с унитского толка, который, ну, аравийский народ представляет, есть какие-то конфликты, нет конкуренции, скажем так. Вы считаете, значит, вот в Российском этом вот интеграции должно быть, типа, как центр, наверное, так, или все-таки какой-то один доминирующий, а не должны быть конкуренции? Правда. Я всегда исходил и исхожу из многообразия единого божественного мира. Бог есть Абсолют, который проявляется в бесконечном многообразии. Так же и народы. Нет одного народа. Народов бесконечное множество. И они проявляются, образуются новые этносы, образуются новые государства. Вот сейчас сколько возникло новых государств? И это нормальный процесс. Даже за последние 25 лет. И еще скоро образуются новые. Старые отмирают, новые образуются. Значит, не может быть одного. Бог так сотворил, что народов много. Китай это своя цивилизация. Индия своя. Тибет это тоже и не Индия, не Китай. Вот. Иран это мощнейший центр. Россия это тоже своего рода материк. Это Евразия. Вот. Есть Запад, а есть центральная Европа. Даже вот возьмите, например, Восточная Европа. Ведь это особый мир. Вот Речь Посполитая, которая включила Украину. Это же был особый мир. Это же не Запад. Это и не Россия. А сейчас это буферная зона. Значит, внутри Евразии было, есть и будет бесконечно множество миров. Нам нужно взять миссию миротворческую, Лада, и обустраивать это пространство через экономику, через сотрудничество, через культурное взаимодействие, баланс сил. А мы не сможем диктовать Китаю. Да и Ирану вряд ли мы сможем диктовать. И они не смогут. Совершенно верно. А Европа не сможет. Поэтому наша задача ладования. А что делает Америка, НАТО? Она на нашем материке провоцирует войны, сталкивает. Это они делают всегда. Дивидеры от импера разделяют власть. Им любая война нужна. Любая. Им не важно где. На Кавказе? Пожалуйста. На Украине? Пожалуйста. Ну и будет в Пакистане? В Пакистане. В Афганистане? В Афганистане. Бомб и билд. Бизнес. Бомби и строй. Вот весь их бизнес. Эта корпорация называется убийц. Все. Точка. Понимаете? Те, кто попадают в их моллах, я не завидую. Это жертвы. Поэтому я очень сочувствую нашим братьям-украинцам, чтобы поискать. И не дай Бог, Беларусь пойдет по пути Украины. Не дай Бог. Нам нужно братство народу. Мы на этом стояли и стояли. Спасибо. И еще один маленький вопрос. Перед тем, как мы скоро начнем на желание конференции. И коротко, какие вы, может быть, новые темы привезли сейчас? Вы каждый год представляете нас новинками, так сказать, своих. Ну, я начну с... Есть новые две книги, которые я издал. Первая книга сейчас приходит. Судьба русской Таврины. Это тысячелетняя история Крыма. Это большая книга. Книга моей жизни. Я много ее делал. Ну, а здесь я привез два доклада. Один, Русь, как ядро Славянского мира. И вечером я буду рассказывать о славянском мире. О славянах в мировом, как раз многополярном мире. Вот. Ну, а участникам конференции здесь собрались выдающиеся ученые, деятели, подвижники, знахари. Вообще удивительные люди. Каждый здесь уникален. Я желаю, чтобы все поделились своими знаниями. Чтобы наше братство, оно крепло. И чтобы мы подчеркнули какой-то новой мудрости. И вас тоже я благодарю. Спасибо.